Уложились в отведенные сроки. Отделение материнства и детства Иркутского центра СПИД преобразилось благодаря художникам и волонтерам. 30 человек за несколько дней раскрасили там стены. Рисунки наносили нетоксичной акриловой краской, работали по эскизам иркутских живописцев. Теперь пациентов отделения, а это дети, подростки, беременные женщины, будут радовать цветы и бабочки. А вот радоваться многим жителям Шелихова пока не приходится. Более ста семей стали заложниками ситуации, когда им выдали земельные участки на территории, куда выходит ливневая канализация. Как живут люди в зоне подтопления и чем им собираются помочь, узнал Олег Федоров. Дом шелиховчанина Владимира Сухорукова словно старая крепость, окружен рвом с водой. Участок приобрели при помощи сертификата по программе переселения. Только после покупки стало ясно, что земля в зоне подтопления. Рядом находятся выходы всех ливневых канализаций города Металлургов. Лично я завез 8 25-тонников в огород, вот дорогу отсыпал, ну возле дома еще три машины больших засыпал. Когда меня возил один землю, он мне так сказал, о, говорит, парень, я 20 лет тут назад уток гонял. Тут, говорит, болото страшное дело. Еще в 2011 году администрация 114 семьям выдала здесь участки. Они предназначались для льготных категорий граждан, многодетных семей, учителей, полицейских. Дело было зимой, поэтому о том, что земли здесь скрывает вода, люди узнали только спустя несколько месяцев. Сейчас, по прошествии 9 лет, фактически здесь проживает порядка 30 семей. К примеру, в этом доме собиралась проживать лучшая многодетная семья Шелихова по итогам прошлого года. Однако из-за того, что здесь кругом вода, дом сейчас находится на консервации и в нем никто не живет. Юрий Малько пытается решить проблему уже несколько лет. По его словам, возможный вариант замена участков. Для этого сначала администрации придется выкупать землю. Средства потребуются огромные. Ведь, например, 25 наделов уже поставлены на кадастровый учет. Там стоят дома и остальные постройки. Средняя стоимость, по самым даже дорогим подсчетам, это где-то 250 миллионов. Чтобы выкупить участки. Мне пришел прекрасный, шикарный ответ. Здесь в одном письме собраны ответы трех министерств. Причем первый ответ одного министерства говорит о том, что у нас будет продолжаться работа по благоустройству. Нам будут строить дороги. И идет планирование. А второй ответ говорит о том, что это все нецелесообразно и нужно выкупить эти земельные участки. Официальную точку зрения администрация города обещала озвучить на этой неделе. Известно лишь, что на ближайшие годы запланирована только разработка градостроительной документации. В общем, сначала приведут в порядок бумаги, а уже потом будут браться за работу. В настоящее время прокуратурой города этот вопрос поставлен на контроль. И в случае, если будет установлено, что администрация города Шелихова не исполняет надлежащим образом свои обязанности, будет решен вопрос о судебном понуждении выполнить мероприятие по благоустройству этих территорий. То есть обеспечить население надлежащим водоотведением и транспортной доступностью. В ожидании грядущих изменений местным жителям остается самостоятельно отсыпать свои участки, чтобы как-то пережить последствия осадков, которые регулярно подступают к их домам. Олег Федоров, Владимир Пинаев, новости по будням.